Здравствуйте, с вами мой блог «Ничего святого» с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. На примере семьи Зеленских мы в очередной раз убеждаемся, что особенно дураки очень любят звания, награды, всяческие почести. Дурак очень любит, когда его хвалят. То, что эта похвальба является скорее издевательством и доказательством глупости дурака, дурака никогда не интересует. И я сегодня опять про папочку нашего Зеленского, да и про самого Зеленского. Постановлением Кабмина опять хотят ему дать почетную стипендию профессору Зеленскому-старшему. Собственно говоря, за то, что он папа президента. Уже было прекрасное интервью, которое сделали страна Юэй, где папа Зеленский показал себя дураком непроходимым. Это интервью в анализе на моем канале. Самое первое интервью, оно закрепленное, с него начинается мой канал. И это тот самый папа, который когда-то, когда ветераны АТО вышли протестовать под администрацию, обозвал их биомассой и сказал им, идите воевать гады. Это профессорская свинья, которая вырастила уклониста, откосившего от армии. Эта мразь посмела сказать гады ребятам, которые проливали кровь и хоронили своих друзей. И этой мрази, у которой язык без костей, сейчас опять хотят дать почетную стипендию. Дурак не может без почестей. Дураку обидно, что у кого-то есть какие-то заслуги, и он, не имея никаких, категорически хочет их иметь. Дураку не важно, что он становится посмешищем, но эту тему с этой стипендией уже поднимали. Уже оборжали, уже сказали, что ну это же свинство. Ты что, героя Украины ему выпишите? Нет, хоть кол на голове тиши. Ну что за бред сивой кобылы, ну почему? Вот у нас нет ничего другого, как вот давать сейчас почетную стипендию папе Зеленского. Ну неужели непонятно, что только клинический болван может сегодня поднять эту тему? Но тема, тем не менее, поднята. Почему у нас получается так, что если есть хоть малейшая возможность у семейки Зеленских сделать глупость, они не могут эту возможность упустить. Они стопотом своих криворогульных копыт несутся и ее делают. Черт побери. Ну сколько можно объяснять, что сейчас у нас есть жесткая потребность, чтобы мы перешли на европейские рельсы, чтобы мы вели себя, как в Европе. У нас война, у нас гибнут люди. И вот эта тема с интервью папаши Зеленского, она вроде бы уже ушла, вроде бы поросла быльем, мхом поросла. Все. Это идиотское интервью старого дурака, вроде бы ушло вот в прошлое. О нем забыли. И вот опять. Опять сдуру эту тему вынесли наверх. Я не знаю, у Зеленского в команде, ну, есть какие-то его, наверное, зрельшие враги. У меня такое ощущение, что в его вот ближайшем окружении есть отъявленные парахаботы. Ну, насчет парахаботы, это, конечно, прикол, но мне кажется, что все вот эти Ермаки, Татаровы, Арахами, вот все они специально забрасывают подобные темы, чтобы привязать Зеленского к себе через семейную глупость Зеленских. Чтобы кроме них, ну, никто Зеленского действительно, ну, хотя бы формально не любил. То есть они специально строят вот эту стену между Зеленским и собственным народом. Они таким образом доказывают свою необходимость, потому что без них, ну, Зеленского же заклюют. Ему говорят, вот смотрите, а там Владимир Александрович, мы же вашему любимому папе хотели облизать попку, чтобы сделать вам приятное. Еще тогда, еще тогда, когда страна Юэй сделала это интервью, поговорили со студентами вот этого вот папы Зеленского. Оказывается, старый дурак просто приходит на лекцию, берет книгу, кладет ее на кафедру и тупо читает с книги. То есть никакого авторитета у него не было, нет и быть не может. То есть сын, сын другого, старого КГБшника, потому что у Зеленского его дед, это КГБшник, который уничтожал все украинское. Собственно, результат мы видим налицо. У них всегда была совка дрочерная, антиукраинская семейка. И вот все вот это чинопочитание совка, оно проросло в этом семействе буйным цветом. Я понимаю, что в этом университете, где папа Зеленского профессорствует, там достаточное количество жаполизов, которые хотят свою карьеру через почитание, продвижение и подлизывание папе Зеленского сделать. Но они все равно огребут по полной программе, потому что всегда количество глупостей переходит в качество наказания за эту глупость. Но нет ничего глупее, ничего позорнее, чем сейчас, когда у нас не хватает денег на армию, на вооружение тратить на какие-то фитюльки. Тем более, что никаких научных достижений, насколько стало понятно после того интервью «Страна.юэй», у Зеленского старшего не было, нет и быть не может. Ничего особенного, ничем он не отличился, науку он никуда не двинул. У нас есть действительно люди, которые пытаются что-то сделать в науке. И насколько я понимаю, Зеленский и его команда не бедствуют. Зачем стипендия? Человеку, у которого сын купил квартиру в Лондоне, у которого недвижимость в Соединенных Штатах, у которого вилла на Средиземном море, черт побери. Куча квартир в Киеве, куча квартир в Батуне. Да нафига тебе стипендия? Ну не стыдно вам, блин? Ну просто, ну просто негодяи, у которых ни стыда, ни совести. Потому что семейка Зеленских обеспеченная. Мне кажется, что Шмыгаль и Кабмин просто троллят Зеленского. Они просто над ним издеваются. Они намеренно хотят Зеленского показать болванам. Вот они намеренно выставляют их идиотами. Я все-таки надеюсь, что эта идея родилась не в семье Зеленских. Вы мне скажете, ну ты оптимист, Серега. Не может быть. Но я надеюсь, я могу надеяться, в конце концов, что наш президент и его семья не такое стадо идиотов, которыми выглядят публично. Я все-таки надеюсь, что это не они, а их враги для того, чтобы навредить Украине, выступили с этой кретинической идеей. Я очень бы хотел, чтобы оказалось, что это не Зеленский и его папа, потомственные придурки, а это козни врагов, которые выставляют их в идиотском свете. Вот так хочу на это надеяться. Напишите, в чем ваша надежда. Надеетесь ли вы со мной или у вас надежда уже умерла? Очень интересно ваше мнение. Главное, распространите, пожалуйста, это в соцсетях, если вы разделяете мое возмущение. Потому что в тот момент, когда у нас отобрали свободу слова конституционную, мы с вами есть гарантия сохранения свободы слова в стране. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Опять-таки распространяйтесь среди ваших знакомых. А победа, друзья мои, несмотря ни на что, обязательно будет за нами. В первую очередь, потому что за каждым из нас не заржавеет.